Это WinStrike против Spirit. Была информация по поводу того, что там кто-то не мог зайти на сервер. В общем-то, сейчас, я думаю, что уже мы начнем играть и все будет у нас хорошо. Была тема по поводу Waylander, там кто должен был заменять его один игрок. В общем-то, ассистент тренера нам говорили, но вроде как должен был Ян вернуться на сервер. И мы надеемся, что сегодня абсолютно все игроки будут готовы. В общем-то, у нас не будет больше таких задержек. Но самое главное, что мы потихонечку уже приближаемся к плей-офф, к апогею этого чемпионата. Это самое интересное, потому что, как вы знаете, четыре команды уже получили прямые приглашения в этот самый плей-офф. И там будет очень жарко. И сегодня тоже, ты знаешь, вот WinStrike Spirit, просто Virtus.pro. Дальше ждет Фурия, поигравшего этого матча, который мы сейчас будем комментировать. И, в общем-то, сегодня будет ответ на многие вопросы. Жара. И мы свои коктейли Молотова уже приготовили, чтобы сжечь. Конечно, мы будем начинать с Даста, конечно. Православная карта. Православный Даст, да, друзья. Мы сейчас с Сашей прокомментируем с удовольствием для вас. На самом деле, экшена, я уверен, будет много. Это дерби региона, можно так сказать. Команды, в принципе, находятся в хорошей игровой форме. Они принимают участие на квалификациях. Параллельно идут какие-то турниры. Ну, у кого как, да. То есть, мы знаем, что Spirit и квалифицировались на мажор. Собственно, как и команда. WinStrike это у нас уже... Ну, еще не легенды мажора, но ребята сделали много для того, чтобы как раз-таки стать этими самыми легендами. Что у нас по составу? Ну, вроде как все должны быть на сервере. Сейчас еще раз уточним. Есть Waylander, да. Все нормально. Ян Рахкарен будет играть на вот этом чемпионате и дальше. Мы очень рады этому. И, в общем, готовы начинать. Spirit будут выбирать сторону, я так полагаю. В общем-то, возможно... Ну, тут на Дасте ты знаешь, такая карта, что можно за любую начинать. В общем-то, где тебе удобнее просто. Но главное это то, что ты... Ну, насколько ты готов тащить или за атаку, или в защите, если на первой половине у тебя что-то пойдет не так. Да, напоминают нам составы. Сам Дайанг, Дима, Довкост, Сотфик и Колди против Waylander, WorldEdit, Norberta, Квика и Бумыча. Все хорошо, все в полных составах. Это самое главное. Сейчас вот-вот мы, друзья, начнем. Спасибо нашей аналитике, которая красиво и умело тянула время. Все-таки заполняли они эфир, пытались поднимать интересные темы, но постоянно какая-то была у них недосказанность. Мне постоянно хотелось вставить туда свои пять копеек. Очень быстрый выход от Спирит на Лонг уже. Вот мы видим, собственно, этот выход. Здесь абсолютно все игроки Спиритов, но Винстрайк провели активность в медле, поджали, собирают информацию. Видят, что пока все очень тихо и спокойно. Понимают, Холди, то, что машина очень легко простреливается, и там может находиться один из игроков защиты. WorldEdit находится уже в Зиге, и он готов принимать уже хэдшоты, судя по всему, хотя я думал принимать противника, и кого-то забирать нет не получается. В итоге скинулись ему там сам Дайанг вместе с тиммейтом. Это минус первый игрок команды Винстрайк. 5 на 4 ситуация, бомба при этом поставлена. Нет раскидок, особо там флешка и смок, и есть диффузы от Вейлендера. Довкост на машине, Норберт находит фраг по Диме. Играет сам Дайанг на гусе, отличная флешка. У Спиритов продолжается рейтейк, однако колд не довкост. И сам Дайанг делает по фрагу. 1-3 ситуация для Норберта, он падает последним на Зиге. Тим Спирит удачно разыграли абсолютно исключительно постплант ситуацию. Кроме всего прочего, дали, конечно же, очень важный энтрифраг на Зиге. Замечательная работа от драконов, залетели на точку А. Ну и до взрыва дело не дошло, но самое главное то, что взорвали сначала игрока на Зиге. В общем-то, это был легкий проход, и знали, видимо, какие расположения могут для себя использовать игроки защиты в этом пистолетном раунде. Смотрим второй. При этом Винстрайк ничего не закупали, там только, по сути, два дегла. И это, возможно, приемка на точке Б. Норберт – это самый высокоуровневый в плане КД. Сейчас игрок на этом сервере, что касается команды Винстрайк, но не получается никого забрать. Он еще развернулся, сотвик в итоге его ликвидирует с МАК-10. У Довкоста проблема. Да, ну и фактически там Норберт спиной принимал своего оппонента. У Довкоста на самом деле все хорошо. Есть игрок возле него, это Дима, который прикрывает, который хелпает. И вот он уже сгорел и делает второй фраг. Последний остается Ян у нас у команды Винстрайк. Он SP2000 находится на центре карты и, собственно, погибает от Колди, который вместе с Димой, в общем-то, и разделили этот фраг. Смотрим на Винстрайк, смотрим на закуп. Закуп есть, это будет, как минимум, уже мы видели один наук, кто-то купит МКУ. Ну и давайте смотреть. Друзья, промокод, напоминаю, берете, копируете, либо просто залетаете на сайт vplay.tv, там будет раздел коды, туда заходите, вводите код, и таким образом вы становитесь участником розыгрыша скинов от vplayer. Так точно. Очередной выход на точку B готовится, посмотрите. Раскидка, Норбет принимает уже одно, Колди падает, в итоге аук, и там еще МК включается, Байландер. Какая игра против Димы, и в итоге через смок пытается пройти сам Дайянг. Да, получается первого забрать, но это ситуация 2 на 4. Квик, пока что слепой, но там еще Норбет будет просто косить через этот смок. В итоге Квик погибает, и, ну, по сути, у Виктора здесь мало шансов, Норбет еще оформляет минус 3 в этом раунде. Отличная работа, приемка на точке B, Винстрайк выходит на первое очко. Неоднозначное решение, решили запушить базу B сразу же. То есть, видимо, решение было основано как раз-таки на какой-то, не знаю, может быть на том, что просто плохой закуп. Ну, возможно, какие-то девайсы, которые могут быстро выйти, там нет молотова, например, да, то есть они понимают, что в экономике нет молотова, то есть, может быть, это было как раз-таки обусловлено именно этим. Да, это очень хорошее замечание, учитывая то, что там приемка могла быть не самая лучшая, но здесь длина, экшен, начинается Дима, ликвидация Бумыча успешная. 5 на 4, но нет размена. Квик идет как раз-таки для этого, но Сотвик ловит его. Ну, без флешки там как-то врывались, или она полетела, но игрок команды Spirit не был слепым. Spirit разгоняет динамику, в прошлый раунд это был Rush B, сейчас это быстрый выход на лонг, и уже преимущество, преимущество очень хорошее, и решили, Spirit, после этого сыграть медленно, есть минута 20 до конца, ситуация 5 в 3 для них позволяет просто постоять. Да, Сотвик посмотрел на стену, вот, и так можно определить, откуда по тебе стреляли в эту яму, вот именно траекторию этих выстрелов, и понятно, что будет поджим, и такое ощущение, что Вайлендер не был готов к встрече с противником, Сотвик сбривает его, World ID отвечает, ну, 2 в 4 в очередной раз ситуация, но при этом еще и Георгий очень такой битый, тут на точке А будет сложно воевать и против Зига, и против Длины, а на эту точку Spirit дальше не пойдут, потому что у них есть контроль центра, и туда можно уже потихоньку перетягиваться, бомба уже на руках у Колди. Можно сказать, что преимущество подавляющее, оно продолжается, было 5 в 3, сейчас 4 в 2, и что делает Spirit? Идут через Зиг, бомба там, один игрок будет выходить через длину, сам Дайанг просто выключает здесь World ID, и Норберт может сохранять. Это третий раунд для Team Spirit, и ресет экономики для WinStrike. Не самое удачное начало. То, что Норберт еще идет дальше стреляться в центр, то есть он понимает, что нельзя сидеть на точке Б, потому что не было контроля верхней Т-шки, и могут уже оттуда заходить террористы. Бомба поставлена, ну и Норберт, конечно, пытается еще там найти какие-то фраги, но здесь уже в погоне и Дима там в спине скоро будет, и Норберт уже себя показал на респауне. Ну и, по сути, сам Дайанг и Колди будут закрывать в сэндвич противника и вскоре съедать. Ну, кстати, даже довольно странно действует Норберт, он даже не попытался сохранить свое оружие, и здесь WinStrike должны его забирать. Да, это было легко от Колди. Конечно, в итоге третий раунд для Team Spirit. И вот он, выход на длину, да. И еще Ламбот, вот и наши ребята в аналитике сообщали о том, что на Дасте очень часто решается все именно на длине. Как там успешно действует защита, как она умеет противостоять этому смоку на старт, как она может закидывать свои флешки, молотовые. И, в общем-то, атака пока что в этом плане, конечно, выступает первым номером. Пятый раунд. Ну, пока рано судить. WinStrike закупается только не дефолтными пистолетами. Арморов нет, диффузов нет, гранат тоже. Сот, как открывается на лонг. Отличный хедшот. Тут же Дима еще и саппортит. Забирает Квика и WorldEdit, команда Team Spirit в начале этого раунда. Дальше можно проходить на лонг. У нас экономический раунд от WinStrike. И, скорее всего, будет еще один. Нужна снайперская винтовка. Здесь WinStrike необходимо как-то перестраивать потихонечку свою игру и пытаться брать какие-то раунды в обороне. Пока Team Spirit играет довольно легко. Буквально носится по карте. Динамика в игре довольно высокая. То есть именно они ее создают, эту динамику. И пока чувствуют себя очень комфортно. Но Арбер справляется. Как же он хорош с СЗ-шкой здесь. Но тут же Дима его убивает. И это четвертый раунд для Team Spirit. Если честно, то я думал, что там просто с одной наперед кто-то поставит. Учитывая то, что сам Дайянг чекал эту позицию. Но нет. Неплохой урон по экономике. Только что был нанесен противнику от Норберта. И в очередной раз мы будем смотреть раунд с пистолетами. Потому что денег у защиты, увы, не так уж и много. Ребята выйдут уже на бай в следующем раунде. Это ЦЗ-шки и 3 дегла от Вейлендера, Квика, Ворлдедита, СГ. На руках у Сотвика снайперская винтовка Довкоста. Кстати, в предыдущем раунде он ничего, кроме P250 армора, не покупал. Бумыч. Неплохой выход. Вероятно, вот дотянуться до этого девайса было бы неплохо. Да, забирает вроде как калаши. Дальше можно отстояться на длине. Но с другой стороны, как вот будет играть атака после этого первого минуса? Квику здесь нельзя ни в коем случае агрессивно себя показывать на зиге. Потому что это был бы легкий размен. Первый фраг Бумыча. Сейчас у нас был в шестом раунде. Есть преимущество действительно у Винстрайк. Решили Team Spirit пойти на базу B. Есть Вейлендер на платформе. В этом моменте Довкост делает минус. Вейлендер все еще не открылся. Там уже на голову буквально спустился Дима своему оппоненту. Он перестрелял Норберта. И Вейлендер открывается с дигла. Неплохо. Два в два ситуация. Дима в это время забирает Форлд Эдита. Ну же. Как же. Вот же. Квик приходит. Хилпает. Бомба здесь. Два в один ситуация. Этот раунд можно выиграть Винстрайк. Слишком далеко находился. В итоге пытается выйти. Переключается на пистолет. Флажка неплохая полетела. Квик. Перезарядка какая там. Вейлендер на пункте. Но Квик сам справляется уже с противником за Иксбоксом. И это раунд в пользу команды Винстрайк. Это были только пистолеты, как я уже озвучивал. Такое нельзя проигрывать. Да. Вот оно начало. Бумыч забирающий Колди. Никто потом не вышел на размен. Понятно, Довкост закрывал уже поджим от длины. Но самый большой тут экшен происходил на точке Б. Хороши красавцы, конечно, с пистолетами принимали очень хладнокровно. Но и при этом как же работал Вейлендер за Иксом. Да. Вот. И на себя стягивал внимание. Там убивал соперника, выходящего с верхней тэшки. А главное, жил. И при этом дождался, да? Перетяжки от Квика, который там тоже очень круто поработал. У Спирит сейчас есть закуп. Мы видим 4К47 и АВП. Пока довольно медленно действует Спирит. И по аналогии с предыдущими раундами они решили не агриться на ланге прежде всего. Вот мы увидели быстрые выходы через коробку. Ну и пока затишье на карте. Вейлендер проверяет базу бэкс. Слову, здесь Винстрайк играет расположение 2-1-2. Два игрока отвечают за длину. Два за бэкс и один за центр карты. И здесь что-то задумали. Тим Спирит вот по их позициям и по нахождению бомбы можно сделать предварительно такой вывод, что может быть даже будет сплит-выход на базу бэкс. Но все-таки сам Дайанг уходит с бэкс. Не знаю. Не знаю, время еще есть. То есть минута здесь, в общем-то, еще позволяет Тим Спиритам перетянуться и выйти куда угодно. Да, возможно, еще будет проверка на прочность Волда Дита. Квик помогает, откидывает молотов за смок. Пока не будет особо активных действий от команды Спирит по Зигу. Но рано или поздно эта раскидка произойдет. Я думаю, что все-таки не Спирит, а просто выход по данной позиции на базу А. Готовятся данным коллективом. Есть один игрок в спине, который чекает выходы через длину. Куда уже однажды врывался Бумыч. Ну и здесь Квик. Будет флешка. Видимо, выпад также с рампы. Молотов неплохой от Спирит. Душится в итоге один из них. Два противника уже десантировались на рампу. Пытается выйти Квик. Как же Спирит через мок забирает Диму. В итоге нет пока что размена. Волд идет на перетяжке. Молотов тоже неплохой за плент, но при этом его пушат. Но нет, Колди не получается убить его. И это 3-5 ситуация, но бомба. Все еще не поставлен. Сотфик встречает Квика. Слишком агрессивно играл. 14 секунд и бомба будет через секунду уже поставлена. Вот она перетяжка от Вейлендера и Нормерта. Ну, к слову, Квик сидел до последнего в смоке. У него не было там ситуации куда-либо ворваться. Он, в общем-то, действовал по ситуации. Выпад через респаун. Нормерта забирает Сотфик, который сейчас подключится до вхост. Отличный выстрел от него. Также есть еще информация о том, что два игрока на спуске. 3-2 ситуация открывается. Зиг падает. Сам Дайянки последний. А вапер будет очень тяжело здесь Вадиму. Да, тут уже и бумач будет загонять противника. А тут промахивается. В итоге снайперская винтовка будет уже очередная у команды Винстрайк. И это третий раунд. Это ритейк.я. При этом, ну, неплохо попытались разрулить, наверное, спирит. Особенно учитывая то, что у них размер не самый лучший был на первых парах этого захода. С другой стороны, все же игрок на зиге немного, ну, открыто сыграл. Особенно против Контровского респана. Вот они были коэффициенты от нашего партнера ES.bet. И обращаем внимание, потому что это best of 1. И тут, конечно, 50 на 50, как и было сказано у нас в аналитике. Это очень опасный матч для ставки. Но, если вы поставили вначале на команду Винстрайк, то это шанс подняться довольно неплохо. Потому что там вроде как 2.50 было. Да, кстати. А если поставили, еще застраховали? Да. Застрахуй, братуху, застрахуй. Так, что я хотел сказать, пока у нас затишье. Ну, тут, кстати, что-то подозревает снайпер команды Винстрайк в медле. Это Вейлендер. Кстати, отметим, да, что Вейлендер у нас играет со снайперской винтовкой. Ну, World Didit понятно. Это не обсуждается. Это, пожалуй, позиция снайпера номер один в этой команде. Это безусловно. Ну, и вот он выход на базу. Мажет World Didit по первому. Однако подключается там Квик, который хелпает с респауна. Делает фраг. World Didit работает с юспиком. В итоге Вейлендер также делает фраг. Здесь все очень четко, все нормально, без происшествий. Не сказали наши аналитики о том, что до последнего времени довольно много было дастов, на самом деле. И Винстрайк три последних даста выиграли своих. Ну, у них взял он винрейт повыше там будет, если сравнивать с спиритами. Тоже на дасте. И проиграли. То есть очный даст в очном противостоянии. Тем интереснее смотреть нашим зрителям. Не было победы. Еще раз добрый день. Да, Лакен Ло. Третий день. Ви плей. И это выход на длину от команды Винстрайк. Четыре игрока туда отправлялись. Ожидали они как раз-таки врыва тоже от террористов. Но, видимо, респауна не было. Но для команды спирит в итоге имеем на карте двух игроков в верхних и нижних тэшках. И это контроль центра от спирит. И, возможно, как раз-таки сейчас ребята решили пойти уже дальше через дверь. Там они не появлялись. И вот она подсадка. Ну, такое ощущение, что Винстрайк это читает. Ну, а не понимаешь, знаешь, что динамика такая, что не пробовали-то выходить спириты на мидл. И в этом есть резон. То есть сейчас сыграть вот так вот, это действительно мысль здесь просматривается. Ну и будем смотреть. Да, спириты пока вчетвером на центре карты. Там бомба уходит в зиг. Ну, по позициям все очень даже неплохо для Винстрайк. Пошла флешечка. Засветили бомбу. Я думаю, что идея как раз-таки в этом тоже была. Но засветили очень неудачно. Квик на бусте. Есть информация о том, что сам Дай Янг уже вышел в мидл. Летает молотов под Квика. Он, возможно, сейчас ворвется. А Ворлд Эдит пытается подстраховать своего тиммейта. В итоге спирит заходит на базу А с бомбой. Как же коварно там еще действует игрок на центре. Сам Дай Янг переигрывает Квика. В итоге тот не поменял позицию. Хотя изначально стрелял оттуда через ящик по сопернику на центре. Голди встречает Вумыча на длине. Это минус от игрока атаки. В итоге Ворлд Эдит пытается выйти на размен. Да, получается убить его. Но зик-то выходит из ситуации. Два на три. При этом красный сам Дай Янг. Да, в кос. Закрывает снайпера вражеской команды. Норберт в спине. Слишком очевидно здесь сыграл Ворлд Эдит. Мне кажется, он немножечко поторопился. Было понятно, что он там не поставил бомбу. Да, в кос пытался. А как же хитро сыграл Норберт. Просто пропушил зик в этот молотов. Идти в Вейлендер делает в итоге последний франк. Ты знаешь, Алексей, только один такой серьезный вопрос могу выделить. Вот почему все-таки бомба устанавливалась на длину, учитывая то, что тиммейт игрока атаки находился у нас в контровском респауне. То есть такое ощущение, что сам же хотел уйти туда, но дело в том, что не такие тайминги. И по зику у вас никакой информации не было. Опять же, мы можем выделить Норберта. Отличная работа. Чувство тайминга. И когда нужно поджать своих оппонентов в спину. Да, классно сыграл Норберт. У нас Rush B, судя по всему. Есть небольшой раскид. Норберт играет на платформе. Первый пошел. Нужна хелпа. Норберт пока один внутри плента. На машине уже открывается игрок команды Spirit. Однако Норберт, как же хорош три фрага от него Байлайдер, врывается с дегла, делает минус. Но Колди здесь отвечает с ЦЗшкой. И не спешит ставить бомбу. Он хочет воевать дальше. Давайте, come at me. Оу, как же это было опасно. В итоге 32 хп остается после этого хэдшота. В смоке уже находится Волдиди. Так у него не получается убить соперника. Это уже очень интересно. Но до сих пор еще фейк, установка бомбы. Еще один смок в дверь. Но там уже заход от верхней тэшки. Мы его ждем. Перефейковал здесь уже Колди. Вот после того, как раз фейканул, это сработало, сделал килл, надо было ставить пакет. Здесь уже, конечно, он проиграл и в тайминге. Сейчас смок развеется. Будет сложнее. Однако, тем не менее, мы понимаем, что Колди жив и шансы есть. Да, и возможно, это будет эйс. Но пока не спешат у нас бойцы команды Винстрайк. Они ожидают этого апплента. Вот он выход через дверь. Квик! В итоге пайкует, не заходит дальше. Бумыч сжигает противника. Это минус Колди 6-4. Но это была неплохая попытка Найстрайк. Но пока Винстрайк выглядит посолиднее, честно говоря. Вот в микромоментах они смотрятся очень даже неплохо. Ну, конечно, Норберт, да. Я думаю, что ник этого парня мы будем произносить часто. И уже начало этого матча... 17 лет. Да, нам говорит о том, что действительно тут полыхает огонь, горит. И буквально вот... Ну, чувствует, видно, что летает на крылья, знаешь. Вот все очень хорошо для него складывается пока. Раскидка от Винстрайк вначале на длине. Ну, видимо, Респов пока что не хватает с периода, чтобы выходить на эту точку. Ой, Бумыч, это... Ну, слишком было, наверное, да, Алексей, учитывая то, что калаш попадает просто с одной. И ты уже минусуешься на точке А. Это выход будет именно туда же, новый лендер. Волди, два АВП работают. Палки уже бьют по ногам команды Спирит, которая не может еще и дойти до этого апплента. Сам Дайянг на размене играет против Волди. Оу, Колди! Какой хатчет против соперника на дефолте. Квик тут же отвечает. Ситуация 2 на 2, но при этом красный соперник у сам Дайянга и Довкоста. Так, ну там через длину идет Норберт. Это, кстати, хорошие новости для Винстрайк. Красный Квик играет внутри плента. Очень много времени проиграли. Сейчас Дим Спирит и просто спину разрывает Норберт. Делает два последних фрага. И команда Винстрайк забирает седьмой раунд. Оу, что у нас вообще за экшен такой вот дикий. Понятно, что спасибо команде Спирит, которая тоже спешит. Но дело в том, что ты знаешь, Алексей, можно иногда вот после первого минуса остановиться. Я понимаю то, что убили длину. Это опорник, это был бумач. Но с другой стороны, ну может быть больше контроля карты понадобилось бы команде Спирит в следующем, вернее, в предыдущем раунде, чтобы отыграть более хладнокровно. Потому что слишком много где-то было активности. И из-за этого они совладали с соперниками. И Винстрайк могут уже в этом раунде забирать эту половину. Винстрайк смотрится солидно. Конечно, бумач подставляется, мы видим, не очень хорошо. Но бумач хороший игрок. Я думаю, что он прекрасно понимает и то, что он делает. И какие из этого выводы он извлечет, мы тоже прекрасно понимаем. Вообще, сидели мы как-то в аналитике с бумачем. Да. Было дело на Рухабе. И, ты знаешь, мне он показался очень интересным молодым человеком. Рассудительный. Да, рассудительный, с чувством юмора. Очень интересный персонаж. И я рад, что он остался в этой команде и сейчас является основным игроком. Ну, по сути, выход на Норберда. Перерождение. Да, и Норберт будет уже тапать по сопернику через этот смок. Пока что не дерзят ребята с команды Спирит. Ой-ой-ой-ой. Просто издевается. Сам Дайанг, Виктор. Ну, что ж поделаешь. Тут не повезло где-то. С другой стороны сам же открывался там. Хотя изначально соперник уже стрелял через этот дым. Ну, смотри. Вот если сейчас смотреть опять же на карту, мы видим, что все это читают в Инстрайк. Они просто читают игру. То есть они видят буквально по действиям своих оппонентов. Не понимают, что сейчас будет происходить. Да, они готовы уже в защите забирать чудовищно много раундов. Будем честны. Перетяжка от Гоши. Он готов поджигать Зиг. Но тут выход от Димы. Смок на контровский респаун. Уже три игрока готовы принимать точку Б. Так, минус один Вайландер. Квик. На размене сыграл. Ну, и при этом Колди встречает уже Бумача. Это было на лине. Будет выход на как раз-таки Волд Эдита. Нельзя ему здесь ошибаться ни в коем случае. Да, но у него дело в том, что Кроссфайр на него выходит. Он все-таки справляется с давкостом. Тут же отвечает Колди. Очень мало времени. Переселились с респауном Квик. Уже откидывает Молотов на плент. Не успевает поставить бомбу Колди. Уходит на сохранение оружия. Ну, бомба выходила на Зиг. Да, то есть очень важно было бы игроку, который выходил с этого расположения, убить Волд Эдита, поставить эту бомбу на длину, потому что именно там находился его тиммейт. Но об этом мы не будем говорить, потому что не смогли. Ребята из команды Spirit. И слишком уж они много раундов проиграли подряд. Нужно об этом задуматься. И как раз-таки поставленная тактическая пауза должна помочь что же идет не так. А что же идет не так? Ну, в общем-то, слишком открыто сейчас играет команда Винстрайк, которая готова все поджимать, которая готова перестреливать, которая слишком быстро перетягивается. Куда бы вы ни ходили Spirit. То есть, может быть, на этом тоже стоит сыграть. Именно прочитайте эти перетяжки и, может быть, пофейковать. Хотя, с другой стороны, карта Dust2 — это не совсем фейковая карта. Это карта, знаешь, на которой все слишком прозрачно. То есть, тут все мувы абсолютно очевидны. Зачастую. Не всегда, но зачастую. Но не всегда, особенно если ты раскидываешь и Зиг и центр. То есть, не понимают игроки защиты, куда же будет основной выход. То есть, это или сплит B, или это будет сплит на точку A, если вы, тем более, никуда не поджимаете. То есть, информации минимум. Ну, я тебе скажу, что в этом плане сплиты работают не до конца. У них очень посредственная работа с Мидлом и Зигом. То есть, это то, что вот я вижу на вскидку. Да, были выходы под B, попытки вот эти вот тусовки в туннеле. И быстрый выход на лонг. Это все, что я видел. Я не видел качественного раскида выхода сплит B, да, на мидл, плюс B. И Зиг тоже. Но мы не видели хорошей раскидки через Зиг. Мы не видели хорошей игры вообще. Такой, знаешь, вот когда есть готовая платформа на шорте, чтобы атака там сделала какую-то раскидку и вышла на. Этого нет. Есть такая буква, да. Очередная подсадка от Бумача. Мы ее уже замечали, но при этом решили, ребята, еще раз подсадиться. Почему? Потому что она не сработала в тот раз. То есть, ее не заметили игроки спирит, которые уже готовы выходить по Зигу. Там уже напряги есть. Молотов от Квика заставляет противника просто отойти назад. Там был сотвик. Ну и при этом все еще там тусовка под верхней и нижней тэшкой. Но бомба под B. Кстати, видишь, да, то, о чем мы говорили, что сейчас они дали экшен на шорте. Все отбили эту позицию. Бомба стоит под B. Сейчас просматривается выход на мидл. Молотов зашива от Квика. Будет прерваться вольня, тоже интересно. Там будет помощь от тиммейтов через точку B. Флажка полетела в лицо Квика. Он забирает от 2-го второго. Норберт третьего ликвидировал. Но и при этом, конечно, у Сэма Дайанга была очень мало шанса выхода, потому что по таймингам эту бомбу уже ожидали. Норберт оформляет даблкил. Последний колди на центре. И тут Бумач должен заходить в спину. Тот соперник даже не подозревал об этом. Ребята из команды Spirit раскидали Z, как ты уже сказал, вышли на центр. Но при этом их закрыли с двух сторон Винстрайк. Отличная работа с точки зрения перекрестного огня. Да, просто размазали Винстрайк и своих оппонентов. А там дело в том, что одна вторая флешка полетела, все слепые. То есть даже, вот посмотри, такую ситуацию, что выходят игроки атаки, которые направлены только на точку B, которые через стенку раскидывают флешками. Да, твои тиммейты, которые врываются через контровский распан, они тоже будут слепые. Но самое главное, что они ворвались. Ну, схематично очень, я тебе скажу, солидно разобранная игра Винстрайк. Вот это прям видно, что разобрано. То есть сетап, конкретно граната под сетап, выход, граната. То есть, ну, четко вот диффенс, здесь пока вопросов нет. То есть тут была такая ситуация, что иногда тебе даже выгодно, чтобы все были слепые. Выгодно, если ты играешь в защите. Да, да. Ну, потому что, потому что это главное, что, какая идея? Застопить атаку, а то, что твой тиммейт в обороне ослеп, это не так страшно, потому что если, то есть, как бы стоит оппонент, то и ты, соответственно, стоишь. Но ты же в обороне, правильно? То есть, соответственно, тут действительно в этом есть резон. Так, у нас, по-моему, опять решили прощупать спирит мидл. Квик врывается на центр карты. Сразу не пошло, но, тем не менее, справился. Также выход на зиг. Здесь WorldEdit делает первый фраг для себя на базе А. Ну, и дальше двигается внутри бунта спирита. В принципе, можно поставить бомбу. Ну, и Георгий понимал то, что после этого фрага можно просто отдавать эту точку. Пусть там уже зарабатывают себе деньги ребята из команды спирит. Уже следующий раунд будет последним. Сам Дайянг забирает А.Д.Во. Так, Квик тоже падает от Давкоста, но Бумыч не отпускает уже их обоих. Все-таки, ну, 10-4, да, раунд неплохой бомбы поставили. Но при этом, вот опять же, очень хладнокровная, уверенная работа от команды Винстек. Они понимают, насколько все-таки важно было держать здесь дистанцию. Но только уже не в конце, когда была поставлена бомба. Нужно было просто уже мясом завалить этот плент и задавить противника. Отметим три фрага для Бумыча. Разыгрался Кирилл. На самом деле, все хорошо уже, потому что мы помним, что первый минус он сделал только в шестом раунде. Но с точки зрения, конечно, позитива ЭКО было довольно неплохим. Да, то есть сделали два минуса и поставили бомбу. Но опять же, эти минуса сейчас на экономику, мы видим, Винстрайк абсолютно никак не будет влиять, поскольку это первый, вернее, последний, прошу прощения, раунд в первой половине. Косплей команды Фурия от Винстрайк прямо сейчас с аугами и одним АВП. И при этом, посмотрите, выход от Спирит на центр. Они готовы уже дальше врываться на Б, а там только один... Винстрайк вам даже не знают об этом. Ой-ой-ой, какие тут могут быть проблемы. Да и вообще, в принципе, не могут, а уже есть. Сотвик забирает противника, бомба будет поставлена очень быстро. И Винстрайк понимает, что они здесь не угадали. Он был на точку А, в частности, на длину. Ну, пожалуй, я могу сказать, что этим Спирит удивили. Ничего подобного не было. Вышли просто там, без каких-либо раскида. Они, да, вышли без раскида. Это было абсолютно нормально, спокойно, никакого сумбура. Там, может быть, даже под степом. Ой, как хорошо. Колди падает с платформы, делает два фрага. На развороте здесь Бумш забирает своего оппонента. Но ситуация 2 в 4. Очень тяжело будет Винстрайк забрать этот раунд. Ну, наконец-то получилось посмотреть сильный раунд от команды Спирит. Вот, и тут еще сам Дайян будет в спине. Короче, все будет закрыто. Забирает уже Квика. И последний тоже пойдет. Это Кирилл Бумыч, врывающийся на точку Б. Но здесь слишком много стволов. 10-5. Двойное преимущество по очкам у команды Винстрайки. Тут не слишком ли много? Все-таки Спирит отдали оппонентам вот этих раундов. Ну, да. Наверное, знаешь, ощущение такое, что они там, может быть, побольше ожидали взять, конечно. Но в целом я тебе скажу, что Винстрайк просто смотрелись сильнее, симпатичнее, организованнее. И у нас даже, обрати внимание, у нас не было даже близких ситуаций. То есть вот тот самый момент, когда вот 3-4-5 в шестом раунде берут эко. Вот как раз-таки после стрика в 4. То есть счет был 4-1, да, для Team Spirit. Берут эко и все. И потом вот пошел. Вот как-то не знаешь, после этого эко просто такие, ребята, а что мы делаем вообще? Мы же умеем играть, у нас же все нормально. Мы же разбирали карту, мы же там тренировались. Давайте, раздуплитесь, пожалуйста, давайте соберемся сейчас, сконцентрируемся и начнем делать свою работу. Вот, выглядит это так. Да. Команда Винстрайк распавила плечи, да, там все очень круто получалось делать. И поджимы на длине. Тут Spirit, кстати, не так уж и часто выходили на эту точку. Что было, опять же, продиктовано тем, что есть определенная доля рандома в этом выходе. Потому что, ну, где-то не было распа, где-то не было хорошей раскидки. Или, ну, девайсов там тоже не хватало. И, в общем-то, была другая затея. В общем-то, хотели просто поставить бомбу, а легче ее поставить, если вы играете больше на центре и напрягаете зиг. Квик отправляется на контроль выхода через банку. У него будет поддержка тиммейтов. Как минимум у Норберта там будет тоже позиция. Никто не пошел на точку Б, но пока это контур-агрессивная позиция. То есть, по сути, мы будем смотреть, как уже играют соперники, и от этого отталкиваться в атаке. Обратите внимание на то, что Team Spirit три игрока на Б. То есть, ожидают они выход именно на эту позицию. Тем временем, WinStrike просто под гранатой. Проходит через шорт и уже готовы заходить на базу А. Квик делает очень важный энтри по сам Дайянгу. Фактически, один игрок на базе А сейчас играет. Это Дима. Нет, простите, это Довкост. Он на машине, и он здесь сейчас будет разорван с двух сторон. Ой-ой-ой. Да, все-таки одного забирает Норберта, спускающегося. Но Квик не отпускает противника, выходя через старт. Склажка полетела неплохая. Так, слепого Эллендера забирает Колди. Будет ретейк, три в три. При этом у Сотфика есть диффузы. Нет раскидки, флажки уже потратили. Еще одна полетела, и там голубы появляются. Ой, по Колди там от Дима залетает. Как же так? Слишком много экшена. Дергают противники. Атака, конечно, стоит. Но нет, Бумыч падает в итоге от Димы. Стаспина уже заходит. И все-таки не получается Квик забрать противника. Это был Колди с разворота. Забирает противника. И здесь уже Волди тоже падает. Как же хорош Дима. Как же хорош ретейк. Ну, ты знаешь, с одной стороны, вот Спирит, да. Человек на шарте сплоховал. Ну, да, человек на шарте, который заходил в спину, но... Сплоховал. Здесь, конечно же, анлуком. Бывает. Ну, ничего. Команда Спирит берет пистолетный раунд. Это позволяет им немножко стабилизироваться. После не самой приятной первой половины они возьмут, конечно же, должны, если не допустят ошибок. А то этим Спирит должны забрать седьмой раунд. Но там есть деглы. Мы знаем, что очень неплохие стрелки в команде Винстрайк. Они могут здесь доставить небольших проблем для Спиритов. Но у тех все хорошо. По оружию... О, вот доигрался. Доигрался. Сам Дайянг играл в ближней дистанции. Даже в средней дистанции. Ясно. Все, леваем, леваем. 5-4, пацаны, тут нам нечего делать. На, теперь еще идем сюда. Сотфик падает в итоге. И это Дима Колти. И сейчас они могут спросить своих ребят, ну как же так получается. Ну, по одному. По сути, там даже не было никакого размена. И разрывы команды Спирит сейчас, ну, играют им не на руку. Это факт. В итоге Дима забирает одного противника. Уже 2 в 4 ситуация. Но при этом бомба там еще не может выйти на точку. А посмотри. Есть смог от Норбарта, чтобы закрыть эту щель. Дима все-таки забирает Квика. Что вообще происходит? Колди там уже нашел Бумача. И бомба только сейчас выходит на точку. А уже ситуация 2 в 2. Хотя была 2 в 5, но там будет спина. Зиг захватит. Базарная ситуация. Покажите. Так, все, не надо. Не надо. Уходит на лонг. Все, теперь смотрим за Зигом. Здесь ретейк пошел через платформу. Бомба стоит на длину. Там есть скаут у Норберта. Мы знаем, как же хорош этот парень. В таких подобных острых ситуациях он может здесь справиться. С Дигла пытается в ролд-эдит поэймить. И в итоге что происходит? Попали все-таки там все красные. Абсолютно все красные на этом сервере. Сейчас Норберт делает фраг по Колди. И походу Дима не дефузит бомбу. Это выигранный раунд для Винстрайка. Друзья, вы такое не проигрываете, если хотите все-таки выходить на камбэк. Особенно после такого пистолетного раунда. Как же затащили там. Как же проиграли здесь. Просто продано. Ну, Зиглы от команды Винстрайк. Хочется тоже похвалить. Потому что выход от Бумача на длину. Потом Зиг, Квик. Как же хорош. Эти врывы. Ну и по сути сам Дайан пытался просто на скейте там ворваться. Убить кого-то на банке. Но на ваших экранах происходит то, что только что произошло. По сути ликвидация команды Винстрайк. Это провал базы А. Конечно, мы отметим, безусловно, классные хедшоты от Винстрайк. Но нужно сказать все-таки о том, что Team Spirit здесь во многом сами создали ситуацию. В которой они и проиграли раунд. Хотя Винстрайк еще и могли закинуть то сумасшедшее преимущество. Просто выкинуть его в мусорное ведро. Потому что была ситуация 5 в 2. И они свели это все в 2. Не менее важный момент, да, это все-таки форсбай от команды Spirit. Есть скаут, А.У.К. Еще один скаут. САЗ-шки на руках у Сотфика и сам Дайанга. Вооруженная и опасная команда Винстрайк, которая не спешит. Особенно, когда получила уже урон по себе. Это бумач, который попал под тот самый скаут. Это 32 хп. И при этом близкая позиция на зиге. Это может быть очень интересно. Винстрайк главное сейчас сыграть вместе. Ни в коем случае не оставить там кого-то одного под б на длине. И втроем не пойти на зиг. Это и бомбу не отдать. Ну, по-моему, здесь вообще нет смысла играть как-то растянуто и широко. То есть есть резон. Ну, кстати, схема сейчас интересная. Винстрайк у них по 2 люркера с двух сторон карты. И 3 игрока играют через центр. То есть они могут здесь быть пластичными и перетягиваться на ту или иную позицию достаточно быстро. Ну и вот мы видим Молотов на шорт. Здесь 2 игрока. Пошла серия флешек. Сейчас просто кто-то сгорит. Но в итоге бумыч просто в упоре падает. Вейлендер вместе с WorldEdit подстраховали. Вейлендер дальше продолжает крошить здесь своих оппонентов. Ситуация 4 в 2. Отбили, в общем-то, шорт. Винстрайки. И могут уходить. Норберт. Норберт, ты знаешь, как в защите, так и в атаке у себя дома на точке B. Особенно, что касается карты Dust2. Вейлендер спускается, уже выходя в спину противника. Это был давкост. И оплевуха залетела через Контровский. Но, в общем-то, 19-й раунд мы будем смотреть. И, скорее всего, это будет полная эко от команды Spirit. Да, понятно, что счет давит на этот коллектив. Но другого выхода нет. Должны винстрайк выходить на легкий 13-й. Кстати, у бумача будет маг 10-й. Интересно, что там за респаун от Кирилла. Да, это будет, наверное, RushZig. А здесь уже стак от Spirit на центре. Тоже вот интересно, как они отыграют в этом моменте. Направлено на то, чтобы просто, наверное, как-то по очереди выстроиться и принимать противника. Там уже Вейлендер неплохо залетает давкост. Забревает его. Кстати, вот тот на центре игрока атаки не ожидал даже такого вероломного врыва. При этом, конечно, красный у нас игрок защиты остается. Колди тоже битый. Но бумач вышел на зиг. И сейчас сообщит своей команде о том, что можно заходить и ставить бумбу. Но тут уже на точке B. Экшен. Орберт забирает еще одного сотвика. Сам Дайанк не имел. Ни единого шанса, только Колди смог справиться с этим монстром. Так, ну есть инфа вроде от Норбера. То, что два игрока на B. И могут перетянуться Винстрайк спокойно в сторону Аплендау. Становить пакет и забрать тринадцатый раунд. А Spirit, ну, позитив, наверное, для Spirit заключается в Фомасе, который они могут перенести в следующий раунд. Не так-то и много на самом деле. Но в любом случае будет закуп. Уже дальше. Квик сейчас, по-моему, увидел. Нет, не увидел. Все-таки разминулся с одним и с другим игроком. Те, в свою очередь, пошли в другие части карты. И в итоге Дима падает на Иксе. А вот последний у нас Колди на Титанике с Фомасом. Ну, пытаются засоветить его. Особенно учитывая то, что под деньгами не все так хорошо. Вот этот Фомас может дальше полететь в Сотфику, например. Но вот сохранит ли он его, это большой вопрос. Учитывая то, что уже два игрока команды Минстрай готовы закрывать противника. Да, верхняя тэшка упала. И сейчас, друзья, будем смотреть самый важный раунд на карте ДАС-2. Особенно со стороны Драконов. Потому что если они его не берут, то там нужно будет уже до конца закупаться. Это будет не самый лучший бай. И Норберт хорош, конечно, в этом раунде. В очередной раз нас порадовал. То, что он умеет очень жестко ловить тайминги, разыгрывать. И самое главное, четко стрелять. Какое решение будет от Спирит с точки зрения бая? Ну, закуп должен, нужен. А вот это уже мы видим закуп. Вот такой вот закуп. Очень скромно все. Упор на гранаты, наверное. Есть щипчики хотя бы одни. А у Довкоста играется с каутом. Ну что, расположение 3 плюс 2 в обороне этим Спирит. Винстрайк, смотри, минута 30, они уже внутри шарта. Обрати внимание. В этом плане Винстрайк играет намного, знаешь, вот раскованней. Да, они играют легче. Ты обращай внимание на то, что все-таки счет такой, что он благоволит им. И они понимают, насколько все-таки они могут себя, ну, развязать руки себе. Ну, ощущение в целом, я тебе говорю, что Винстрайк структурно выглядит сейчас сильнее, чем Спирит. Ну вот, на протяжении всей игры. Я, конечно, могу ошибаться. И мы знаем, что есть статистика, есть история, есть подготовка и так далее, и так далее. Не думаю, что Спирит имеет недостаточную подготовку. Ребята, которые прошли на мажор, явно что-то знают. Держит угол сам Дайянг. Там флешка полетит, но не ослеп абсолютно. У нас игра команды Спирит. И только одного кика забирают. Ну и при этом Бумыч тоже красный. Там остается 5 хп у Кирилла. Вэллендер не стал идти через смог. Он понимает, что там могут поджидать вблизь дистанции. Да и дальше тоже на гусе противники. И была перетяжка 2 плюс 2. Это схема команды Спирит в этом раунде. За центр пока что никто не отвечает. Разве что там окно или дверь с Б. Будет чекать эту позицию. Ну а тут уже Нордбот подошел. Он будет раскидывать точку А. Ну вот она раскидка, которую я ждал в первой половине от Спиритов. Вот сейчас она будет от Винстрайк. Соцфик играет на платформе. Увидел Нордборта. Перестрелял его. Вэйлендер на зиге. Но они все еще не вышли. Вэйлендер будет делать выпад. Соцфик на лонг. Забирает своего оппонента. 3 в 2 ситуация. Тим Спирит могут забрать этот раунд. Очень важно было бы его взять для того, чтобы хотя бы чуть-чуть выдохнуть. А что происходит? А почему мы это не контролим? Как такое может быть? Да, Бумыч. 5 хп против Димы и Колди. Бомба при этом поставлена. И самое главное, что делал уже у нас Дима, то что просто отошел и должен сыграть вместе. Да и сам справляется с этой рампой. Но у Бумыча здесь было очень мало шансов. То есть первого убиваешь, например, если это выход через контролский распан. А потом уже по голове работаешь на зиг. Но нет, до этого дела не доходит. И все-таки раунд в пользу контртеррористов. Алексей, как дела? Я понимаю тебя. То есть у нас игроки защиты только что на рампе сыграли не очень хорошо. Учитывая то, что первого забирали и должны были дать точную информацию по местному положению противника на бочках. Но как-то вот второй не так уверенно отыграл, как хотелось бы, наверное. Знаешь, как вот я называю... Ты же знаешь, это тот раунд, когда у тебя есть преимущество, у тебя есть потенциал для того, чтобы выиграть этот раунд. Но при этом ты делаешь настолько какие-то очень простые такие технические ошибки допускаешь, в которых ты отдаешь вот это вот свое преимущество сопернику, который находится и в меньшинстве, и в более сложной ситуации. Выход на бэ, контактный, опасненько. Здесь могло быть от Винстрайк, но в итоге разменялись все-таки в плюс для себя Team Spirit и остановили этот выход. Ты знаешь, Винстрайк сейчас главное не обольщаться, не играть очень быстро. Да, и Сотфик непонятно, что только что хотел нам показать, учитывая то, что... Да, я понимаю, что снайперская винтовка там не особо-то работала, и по ней не было инфы, но это слишком опрометчиво. Довкост тут же перетягивается на длину, там сам Дайянг, отвечающий за центр, тут на длине. Квик встречает Довкост, а это проблема для команды Spirit. И неужели они такой раунд проиграют, имея преимущество? 4 в 3, напоминаю, была ситуация после контакта первого. Квик отправляется на длину, ну, читает, наверное, выходы в спину, но пока что до этого не доходит. У нас один игрок на центре, второй тоже у себя в респе, и, ну, Spirit... Хорошо, что застакались, играют вместе с другой стороны. Там еще, кстати, бомба, посмотри, где находится у себя на респауне, должна перетягиваться, это тоже время. Так, WorldEdit был близок к тому, чтобы убить своего оппонента. Да, действительно, бомба вообще сейчас может уйти на Б, сейчас пытается понять... Бомбу убили! Бомбу убили на респауне! А Бумыч начал стреляться. Есть инфа. Бумыч пошел стреляться с этим центром, потому что была информация по обоим игрокам команды Spirit, и неужели... Ой, ребята, ребята. В этом раунде пока что это самое интересное, то, что было за последнее время. Колди принимает выход с будки. 28 хп! Куик! Да, все-таки погибает, и это 1 на 2 ситуация у WorldEdit, у него снайперская винтовка, и, в общем-то, это 15 секунд до конца раунда. Он уже проигран. Ребята, на мажоре такое никто прощать не будет. Ну, куда пошел стреляться, Кирилл? Просто 1, так тут ошибка на ошибке в этом раунде, притом как от одних, так и от других. Ну, скажем так, Сотфик и Бумыч это, ну, своеобразные, ну, с любовью, конечно, сказано, антигерои этого раунда, потому что один пошел на центре там прыгать, второй вообще решил с бомбой постреляться, учитывая то, что тиммейты, в принципе, все контролировали. И, вроде как, ну, объем информации по сопернику был большой. Сотфик даже не посмотрел в сторону Медла, ты понимаешь? Вопрос же даже не в том, что убило его АВП, а вопрос в том, что он даже не посмотрел в ту сторону. Друзья, коэффициенты от наших партнеров, так понимаю, это лайф, 3,2 на спидит, 1,32 на винстрайк, сейчас мы будем смотреть на деньги, там похоже на то, что паузу кто-то взял из команд, возможно, возможно. Ну, на месте, на месте, конечно, винстрайк и тренера винстрайк, я бы сейчас на месте Димы и Ксу, конечно, объяснил бы винстрайк, что они не правы. Умеет он успокоить, сказать, что, ну, ребята, что мы вообще делаем? В общем-то, я понимаю то, что преимущество, но вот рашить, вот это вот так вот стреляться с противником нельзя ни в коем случае, потому что спирит подобными ошибками у Женя один раз пользовались, и это не касается даже этого чемпионата, как они играли против Фурия, например, на том оверпассе, мы все его помним. Вот, кстати, абсолютно все записи матчей, ребята, у нас есть на YouTube-канале VPLAYCSGO, заходите, смотрите, ставьте свои комментарии. В общем-то, интересно вот подумать ваши мысли об этих матчах, если вы какие-то не смотрели, то обязательно догоняйте. Кстати, не самый лучший бай там, ну, Waylander, да, MP5, 3 калаша, все неплохо, АВП от Володи, это при этом быстрый выход на центр, Бобыч! Вырывается, Колди все-таки отпускает 7 хп, в итоге у него остается Колди, какой врыв через флажку, оу, 2 минуса! Заметает в итоге 3-5, и как же дальше играть в атаке? Пока что непонятно, Володид еще один промах, и он будет не желез, но нет, все-таки он убивает Диму! Минстрайк разыгрались, вернее, Team Spirit разыгрались, решили все-таки его закомбэщить. Так, врывается Норберт, тут же Квик делает еще один минус, в итоге 2-2 ситуация, бомба лежит перед воротами, очень тяжело будет ее забрать, догоняет в итоге World of Duty, и это красный Норберт каким-то чудом под шумок украл пакет, поставил его еще и имеет ситуацию 1-2. Вот была бы еще какая-то граната на руках, было бы вообще отлично, вот смоком бы закрыться или молотовым, но нет! Это 2 на 1, это дуэт, команда Испирит, нельзя ошибаться ни в коем случае, Норберт в итоге забирает только одного Довкоста, но сам Дайян таких пирожков не отпускает, это все-таки девятое очко для команды Испирит, и потихоньку они совершают этот камбэк. Да, уже есть серия раундов, надо посмотреть на деньги, там, кстати, что там по запасу денежному. Дело в том, что есть байт только на один раз, а у Винстрайк тоже все очень тоненько, то есть, в принципе, они могут купить, могут не купить, но на их месте, на их месте, вот сейчас я, не видя экономики соперника, я бы покупал, потому что вы сделали 4 минуса в прошлом раунде, и, в принципе, раунды довольно близкие. Ну, у противника, в любом случае, стресс там, стресс по экономике и по игре в целом. Они постоянно делали киллы, то есть, реально, у Спиритов действительно стресс, и я бы сейчас ломал, вот как, вот, Нави любит такое. Ну, вот, нет распау, атаки сейчас на длину, да, вот, как бы им хотелось выйти туда. И хорошо, что нет, хорошо, что нет, потому что если это могло бы плохо закончиться. Мы можем дольше посмотреть карту ДАС-2, да, чем меньше распау на длину. Вот она статистика, Норберт, 24 на 13, это первобытный человек команды Винстрайк. Вообще-то, действительно, на точке Б он раздает, и одни хэдшоты залетают. Вообще-то, было бы интересно посмотреть на проценты этих самых хэдшотов от него, потому что стрельба действительно на уровне. С другой стороны, у нас есть Колди, сам Дайянг, это украинский дуэт команды Спирит, который тоже довольно много работы делает. Но вот Сотфику да в Косту нужно собираться, потому что вот если их не хватит на эту концовку, то на финише действительно Спирит могут сплоховать. Смотрим, 23-й раунд, раскидка на длину, даже без спа можно выйти туда. Уже один бумач врывается, Сотфик против него. Получается убить. Слишком легко для Сотфика, а в это время будет выход на базу бетом. Играют два опорника у команды Спирит. Колди будет сейчас принимать с платформы выход через Т-шку. Ну, нормально здесь справляется Спирит и без проблем. Все хорошо для драконов. Оп, практически чистый раунд и господин Норберт нашел возможность сделать здесь очередной фраг. Уже 25 у этого юноши. Просто бомбардир буквально у команды Винстрайк. Смотрится он очень хорошо, очень прям вот вообще живо. Знаешь, вот когда такой игрок на сервере, ты видишь прям вот как вокруг него ветер, знаешь, создается. То есть вот он везде летает и везде вот это... У него все получается, да. У каждого из нас бывают такие состояния. У нас, правда, не так часто, как у наших зрителей. Все-таки, вот. Ну и 24 раунд. Колди уже с Аугом. Хамелеон на центре. Туда уже подходит работать Норберт. Опасается выхода близкого на дверь. Но, кстати, вот под эту дверь ни разу тут вроде как Спирит даже не подходили. Не пытались там работать довольно активно. Бумыч ждет флешку. Хая была от игрока защиты, который стоит на вортике. Там нельзя Сотфику погибать. Вообще-то он отходит уже вниз на кондровский респаун. Дафкост тоже будет смотреть в эту же точку, а именно на выход через ящик. Винстрайк в минуту 20. Уже заняли ЗИК. И, в общем-то, это неплохая платформа для атаки. Мы, кстати, не вспомним, чтобы мы видели от них выход на мидл плюс Б. Может быть, была попытка или задумка, и они ее отменили. Но, тем не менее, этого мы не видели. То есть, в общем-то, Винстрайк еще могут показать тактику. Люркер стоит под лангом у Винстрайка. Дин, который, вполне возможно, позже будет, конечно, заходить на ЗИК. И очень хороший тайминговый смог прилетает от Спирит. Но смотри, Винстрайк, вот, кинули гранату, но при этом не двигаются. То есть, они изображают что-то, что пока непонятно. Они решили держать до конца противника в напряжении. Тут может это сработать, потому что эмоции. Потому что команда Спирит возвращается. Вот она раскидка. Но это слишком просто для сводпика. Закрывается он Бумыча, Норвард падает по снайперской винтовкой. Да, в Коуста сам, да и Ян. На длине справляется с Квиком. Это было в банке 2 в 5 уже ситуация. Вэйлендер бесси с Волдадитом. Ну и что ты тут будешь делать, Алексей? Да ничего, нужно, наверное, как-то отходить. Пытаться, может быть, противоэкономики сработать. Но куда зашел Ян? Ян вступил в баллон, на самом деле. Да и Волдадит тоже вместе с ним. Хотя, получается, бить Холди тот там заспреился. Да, заспреился. И все-таки нашли там Вэйлендера. Ну, как нашли, была по нему информация получена еще. Изначально время заканчивается, и это 11.13. Что-то пошло не так. Что-то явно идет не так. Потому что атака начинает, ты знаешь, вот комбинировать это хорошо с одной стороны. С другой стороны сейчас полная концентрация спирит. То есть они не хотят вообще ни одного раунда отдавать. Это видел, как принимали Аплэнд. Ну, то есть это вот как-то было вообще без вопросов. То есть там ничего лишнего. Абсолютно хорошие тайминговые смоки. Молотов на платформу. С точки зрения обороны у Team Spirit в этом раунде все было исключительно. WorldEdit в начале этого раунда уже сейчас прямо пропушил миддл. Нет информации. Довкост забирает игрока команды WinStrike. Тут же отвечает WorldEdit. И тут небольшой такой хаос, паника на карте. Но это только на раннем тайминге. Сейчас я думаю, что все-таки ребята должны переформатироваться. Бумыч вновь отвечает за бомбу. Два игрока по точке бетом. Пока что смог лежит от игроков защиты. Будет подсадка, кстати, ребята против выхода на танцпол. И там никто даже не пытается встречать эту верхнюю тэшку. Защита крайне закрыта. Пытается дальше отыгрывать. Вайлендер на центре. И вот он Гоша. Клэшка полетит. Колди не будет чекать под нее. Еще и Молотов в тоннель. И успели уже отойти игроки атаки. Но с другой стороны такое ощущение, что еще вернутся. Куда? Да, при этом же Спирит знает, что есть АВП. Тоже должны быть осторожны. Главное, что Спирит даже не пытается играть с центром здесь. То есть у них есть равный размен. Они понимают, что только одна снайперская винтовка у противника на руках. То есть мы играем только по плентам. То есть у нас вообще не должно быть какого-то экшена на центре. И с другой стороны за зайчиком уже находятся контртеррористы. Это может быть тоже интересно. Волд Эдит ждет чека через окно. Ребята, зайчик это слева от ворот. Там такой ящик. Вот сейчас слева. Вот он зайчик. Вот он Дима. И сейчас этот зайчик должен здесь. Не должен. Его фокусит уже Норберт. Как же сейчас все может перевернуться? Однако Колди работает под окном. Пытается жить. Он понимает, что сейчас его зажмут с двух сторон. Уже выход через Т-шку. Будущему нужно жить. В это время включается Норберт, который забирает Колди. Три в два. Сейчас Свинстрайк могут взять второй экономический раунд за эту игру. Сам Дайянк пчится на точку Б, но его должны закрывать. Нет, не получается у Норберта это сделать. Бомба поставлена. Но дальше понятно, что Виктор не пошел, потому что нужно было дождаться поддержки. Да, Коста. И вот он. Трехочковый под Бумыча. Гоша. Взлетел вверх. У нас один игрок. Гоша. Болдит. Один на диспансер. Ты горишь, Гоша, нужно выйти. Сам Дайянк в итоге забирает этот раунд. Закрывает противника этим молотовым. Отличная работа по гранатам, потому что один хе у нас полетел, а второй молотов прямиком под ноги противнику. Хотя вот если бы он не начал свитчиться, он начал сомневаться. То есть он сделал мув в молотов и начал сомневаться. Вот если бы не свитчился, а ставил авик, то возможно убил бы второго. Но если бы, да-ка-бы, как вы знаете. Ну вообще два за Зайчика, Алексей. Два за Зайчика? Ну в такой ситуации, наверное, в Зайчике нельзя сидеть. Зайчик, нет, ты знаешь, в принципе позиция эта убойная. Да, но при этом у тебя нет абсолютно никакого контроля центра. То есть она убойная, если у тебя хотя бы кто-то на А смотрит через контрольский раз выход на центр. Да, мне не нравится, что он просто морозился. Вот что мне не нравится. То есть он должен был там принимать этот выход. Он должен был стреляться, а не стать в углу. Ты там ответ абсолютно для всех предложений. И в общем-то... Ну да, его даже бы на размен его очень легко бы убили. Вот в том-то и дело. Да, потеряли Гошу уже. Он первый. Здесь фраг оказался для команды Spirit в этом раунде. 26-й по счету. Забирает себе снайперскую винтовку Норбард. Вейлендер на Зиге. Собирается ударить у нас команда Winstrike также по длине. Там только один сам Дайянг, но при этом у него будет очень хорошая позиция. Ну, хотя бы на какой-то один фраг. Ну да, в данном случае здесь размен будет неплохо, потому что Spirit сохранят большинство. Ну и смотрим за Виктором. Он с Аугом практически ближняя дистанция. Он понимает, что выход сейчас будет на него. Там уже стягивается ближе Сотфик. Сам Дайянг. Ну же, ну же, ребята, смелее. Винстрайк пошла флешечка. Эта флешечка была не очень эффективная, однако есть размен. Но опять же, посмотри, какой путь надо сейчас пройти. Надо прочекать машину. Подготовить. То есть у них вроде как длина готова, но вот он давкос с АВП. Важно Зигу сыграть. Вайлендер должен кого-то убивать. Потому что, ну, длину все читают. Понятно, что там еще бомба будет находиться на длине давкос. Отличная работа. Норборд отлетает. Эта снайперская винтовка не сработает. Сотфик на машине. Увозит Квика в следующий раунд. И давкос забирает еще последнего Вайлендера. А тут самое главное, Алексей, не получилось сыграть вместе. Игрокам атаки. При этом, ты понимаешь, у них были позиции для выгодного хорошего сплита. Я вот сейчас пытаюсь охарактеризовать игру команды Винстрайк. И я не могу понять. То есть я критиковал Спирит за игру в атаке. Сейчас вот Винстрайк тоже куда-то улетучилась та вся схематичность, которая была в игре этой команды. Где идеи? То есть, да, выход на миддл окей. Выход на зиг окей мы видели. Но позитива не так много. Давкос АВП просматривает миддл. Там у нас концентрация игроков команды Винстрайк. Они здесь решили делать вот такой вот закуп. Три АК-47, Мых, Диггл и АВП. Ну и Дима здесь в упоре. Давкос играет ему на хелпе. Сейчас, возможно, будут Диму выкуривать. Ой-ой-ой, нужно отойти. И там Давкос тоже помогает. Раскидка продолжается от игроков в атаке. Но до фрага так дело и не дошло. Вернулись обратно. Игроки в атаке, видимо, отказались пока что от центра. У них еще есть масса гранат, которую нужно использовать при своих выходах. Ну и Сотфик принимает, зиг. Тут опасная позиция на хэдшот. Очень часто Бумыч чекал это уже расположение и получал. На самом деле Давкос тоже за ними. Молотов откидывается довольно неплохой по таймину. Тут, кстати, интересно, как вообще должен перетягиваться в этом раунде Норбер. То есть он будет вообще напрягать точку Б или через нижний выйдет тоже на зиг вместе с тиммейтами. Скоро узнаем. 40 секунд до конца. Платформу подготовили винстрайк. И для того, чтобы атаковать через шорт. Ну и вот он Давкос. Не попал. Попал. Бейлендер упал. А что с бомбой? А тут понятно. Бумыч. Бомба осталась на зиге. То есть у нас длина тоже не выходит. Рассинхрон. Вот идет вот форма. Длина не включается. Рассинхрон, Алексей. Понятно, что рассинхрон. Поехали смотреть концовку этого раунда. Да. В общем-то не получается вместе атаковать сейчас винстрайк. Это факт. Давкос в итоге закрывает еще и квика. Зиг только сейчас выходит на 8 секунд до конца этого раунда. Ребята, бомба на руках. И при этом ее можно поставить. Но еще один игрок на длине. Это Софи, который должен перетягиваться. Ой, как от Норберда там залетает. Да, получается в итоге 2 на 2 ситуации перевести. Но Норберд красный. Битый тоже ворлд идит. Но при этом у него есть снайперская винтовка. Подсадка у колки будет. Ой. Внутри плента. Что? Дима. Развет. Один на один сюда. Норберд тащит вас. Это смаке Дима забирает при перетягивании. Какой раунд вообще? Что произошло? Боже, боже. Мама дорогая. Это точно. Это какой-то троллинг был. Это был троллинг, притом абсолютно всех игровых моментов. Знаешь, даже финалочка была чуть-чуть под троллингом. Странно это все выглядело. Смазано троллингом. Так, но тут, кстати, вот раунд сейчас на игру может быть. Притом как для одних, так и для других. Потому что если винстрайк проигрывают этот раунд, ресет для них и уже выход. Что-то уже залетело. Откуда? Уже откуда-то залетело. Так, это уже минус Дима и это был Волудит. Который, судя по всему, куда у нас выходил? На точку B, да? Вайлендер. Довкост спускается на центр, давкост включается с АВП. Очень важно ему здесь не промахиваться на центре. С другой стороны, можно еще отходить с точки, потому что будет дальше раскидка от игроков атаки. А у него поддержки не так уж и много. Бумыч соло с бомбой шорт. Мне не нравится, как играет винстрайк последние раунды. У них совершенно нет какого-то просто понимания одновременного выхода. Я не знаю, вот даже прошлый раунд, да? Идет экшен через платформу. Один стоит на длине. Окей, он люркер. Возможно, он должен выйти позже. Но что делает чел в тэшке? Стоит игрок, который вообще абсолютно безучастен в процессе нападения на А-базу у команды винстрайк. Я не понимаю. То есть здесь чего-то не хватает. Смотри, сейчас Бумыч уже гуляет в медле. Наконец-то сейчас понимает винстрайк, что нужно идти через тэшку на Б. Но понимают ли они то, что там два игрока команды Team Spirit? Зиг поджимается. Зиг поджимается. Сотвик. Нужно убивать хоть кого-то здесь. Там еще перетяжка через нижнюю тэшку. Он сейчас все это заметит. Минус голова Квика. И нет размена, потому что соцвик очень грамотно отходит обратно. И сам Дайян. Как же тоже он поджимается под центр. Но Норбард все это дело читает. Три в три. И это выход Зиг. Должны уже помогать. И как же круто поджимается Колуди. Он будет вскоре в спине. Да, при этом еще и просматривает давкос с ВП Мидл. На всякий случай. Но вот сейчас нужно двигаться. Соцвик еще и благо сделал минус для команды Team Spirit. WorldEdit отвечает по соцвику. Два в два ситуация. Ну, очень неплохо здесь все складывается. Дэш Лавю. Здравствуйте. Такое уже было. Но Отвин Страйк как раз таки в защите. И атака здесь должна уже разруливать в виде Бумача. Один на два ситуация давкос и Колуди против Бумача. Тот за испанским ящиком. Ну, пока не спешат у нас с дуэтом выходить с этого расположения Колуди. И его тиммейт. И Бумач будет дергать. Как же тут сыграть? Голову отключает. И тут нужно было просто, наверное, выходить на стрельбу. Он понимал это. С другой стороны. Ну, такие вот катчеты. Залетает Сауга. Это Колуди. Будет дефуз. И будет очередной раунд для команды Spirit. Отличная работа. Опять же, мы видели такое, да? Бомба устанавливается на длину. И смог это не стена. Но оберт в молек туда зашел. Да. То есть смог это не стена. Это нужно просто постоянно повторять. И постоянно вот помнить об этом. То, что соперники в любом случае там могут появиться. Тяжело. Тяжело, понимаешь? В динамике-то иногда сложно так оценить. Знаешь, хладнокровно полноценно всю ситуацию. Теперь самая большая проблема для команды WinStrike. То, о чем я говорил. У них ресет экономики. Да, Бумбу они поставили. Это будет немножечко... То есть Заку будет немножко лучше. И вот сейчас решение возможно на матч-поинт. Потому что Team Spirit, взяв предыдущий раунд, ресетнули экономику своих оппонентов. И у нас по деньгам, я имею в виду команду WinStrike, все очень и очень неоднозначно. То есть по 3 тысячи. 2 600, 2 300 у WinStrike здесь... Ну, это не та экономика, которую ты хотел бы видеть в этом раунде. Решили ребята покупать. Это печальное зрелище, но нужно покупать, да. Тут отдавать раунд, потом еще надеяться на 15-й для себя в 30-й, наполнить дистанции. И это определенный риск. 30 на 18 от Норберта. Да. Нужно поддержку. Тут Вейлендер видит, что он последний залетал. И как-то вот где-то выпадает очень сильно вместе с Бумачем. Хотя Бумач, ну, у него был некий позитив еще в защите. Где, в принципе, команда WinStrike отыграла очень неплохо. Да, это пистолеты, скаут и выход уже под верхнюю тэшку. При этом посмотрите на Вейлендера, как же нагло. Там еще и с Макком промахнули себя-то. Колди закрывает в итоге Яна. 5 на А4. Размена не было, еще флешка будет от Сотфика. Ну, как же дальше продолжать атаку только через верхнюю тэшку? Центр уже закрыт. Начинается выход. Норберт понимает, что есть игрок внутри плента. Отличный выстрел от Димы, который просто смог забирать своего оппонента. Ситуация уже критически плохая. 5 в 2. Все очень плохо здесь для WinStrike. Бумыш делает минус. Также WorldEdit делает еще один фраг, но ситуация 1 в 3. Он красный. И здесь взять раунд практически невозможно. Да, Сотфик будет, наверное, дальше врываться. Бомба! Не поставлена. Не будет денег. Дальше у команды WinStrike. Ну, в общем-то, смотрим, мы сейчас 30-й. И как же они будут закупаться? Что там вообще будет по экономике? Смотрим еще раз. 2 500, там 2 тысячи. Ну, очень плохо, конечно. Мне кажется, что WinStrike, вот купив в прошлом раунде просто по диглу, и поползав пятером по карте. Без армора ты имеешь? Он есть, и флешка полетела от Димы. С маком закрывается команда WinStrike. В окне Дима должен тоже врываться там. Получает урон уже один. И второй игрок команды WinStrike. Норберт под окном. Он закрывает эту точку. Бомба была поставлена. И там еще ЭВП в ретейке от Довкоста. Но очень много гранат должно полететь. Слушай, ну, очень хорошая позиция здесь у WinStrike. Для этого ретейка просматривается Тэшка. А Team Spirit, по-моему, решили в этом ретейке отказаться. Ими надо выбивание через туннель. И это может быть проблема. Есть удерживающие гранаты у команды WinStrike. Норберт играет под окном. Полетел Молотов. Меняет позицию. Снимает первого игрока. Отличная работа от WinStrike. Это пятнадцатый раунд. Уже пахнет. Я слышу запах пятнадцатого раунда. Два в один. Сам Дайанг последний за секретой сел. Дефузит, токин, еще дал противнику помощь 3 хп. Это врыв от Квика. Точка. Мы будем смотреть дополнительные раунды. И вы знаете, ребята, такое ощущение, что Spirit это нравится. Играть допы на виплей. Ну да, мы с Сашей комментируем второй раз Spirit, и второй раз здесь допы. Действительно. Наверное, кому-то очень заходит наша работа. Я рад. Я рад. Мы будем смотреть допы, друзья. Ну, интересная игра, но на встречных курсах. Вот что мне не очень нравится, что, знаешь, вот не было уверенности в каких-то раундах совсем. Ну, такое. Тарт, тарт, не знаю. На каком шансе того, что вы, имея пистолеты, у вас не так уж и много было возможности вообще взять этот раунд. Вы выходите через верхнюю тешку после фрага на центре. Понятно, что Дима должен был реагировать, потому что он опорник точки B, который, ну, убивает центр, потом возвращается, а уже плент кишит игроками команды Winstrike на этой точке. То есть бомба поставлена, смоком закрылись. Флешек там было очень много, кстати, это тоже сработало в пользу атаки. Потому что флешка за флешкой вылетали, они просто на центр, через окно. И это, ну, скажем так, останавливало в каждый раз ребят из команды Spirit, выходя. Хотя изначально у них там был и молотов, вроде как, и смок, и флешек тоже достаточно, чтобы как-то выпускать своих тиммейтов. Но до этого дела не дошло. В общем-то, перекрестный огонь от Winstrike спасает. Даже с пистолетами они здесь справляются. Ну что, мы возобновляем игру? Да, мы возобновляем игру, смотрим на закуп. Все хорошо, опять 10 тысяч. Старт мани, да? Ясненько, ясненько. Квик в коробке. Кстати, у Довкоста 2900 уже после этого бая. Ну, то есть да, я об этом. Интересно, Волд Эдит забирает сотфика. Первая дуэль. И она польза команды Winstrike. И при этом это наглость Гоши, да, и она оправдалась. Тем, что все-таки есть уже плюс. Но при этом сам Дайянк играет против Квика. Это было на длине поджим. Кстати, тоже неплохой вот контратеррориста. Дима за зайчиком. Флешка неплохая, но при этом не выходят пока что игроки. Атаки на эту позицию. Они пока стоят, они ждут. Вот он молотополетел уже под ноги сопернику. Колди должен помогать. Он не выходит. 5-4 в 3, простите. Колди как же... Очень рискнул. Колди! В итоге закрывает его Фейнленда. Может они устали? Может их просто, знаешь, уже плавит? Просто устали и иногда совершают такие вот действия. Ну, бывает, ладно, не будем. Тут уже, да, будет еще попытка. Флешка полетела. Врыв под нее. Но Майлендер тут, понятно, что должен уже спину чесать. Довкост, ну ты знаешь, учитывая то, что вот сколько денег осталось, было бы круто засейвить себе снайперскую винтовку. Но тут уже и Бумыч, и все остальные отправляются в охоту. И за машиной сейчас найдет, наверное, свою смерть Довкост. Его выпускает там на длину. Он пытается еще как-то неординарно сыграть против Бумыча. Но сколько промахов было? Минстрайк играют. Сейчас прям добавили много динамики в свою игру. Бумыч в итоге доедает. Здесь Довкоста 4 в ноль. Выживают винстрайки у Тим Спирит. Еще не проблемы с экономикой, но в следующем они будут точно, если сейчас Спирит не возьмут этот раунд. Вообще может закончиться первая половина на дополнительных раундах сухую. И понимают, это прекрасный винстрайк. А теперь смотрим, что они предлагают в этом раунде. И они опять, опять агрятся. Очень быстро занимают миду. Да, но при этом на центре будет снайперская винтовка. Наконец-то прострел Вейлендера ликвидировали. Ну, кстати, винстрайк должны были, наверное, тоже как-то менять формацию этой атаки, потому что читаемо довольно было. Особенно учитывая то, что у них были успехи на точке Б, то она 100% должна укрепляться. Особенно, когда вы два раунда важнейших там проиграли. Еще и против пистолетов. Сэм Дайянг. От него, кстати, тоже очень много работы. Он длину не выпускает. Если выпускает, то с разменом. Даже учитывая то, что он сам там играет, то важно здесь до конца доиграть в этих допах и выйти на 16-й раунд для себя. Два игрока также на точке 2 закрыты на Б. Норберта выпускает на центр. Тот пока что не использует гранаты. Ну а три его тиммейта готовы через банку врываться на длину. Кстати, я вот в начале раунда увидел одну позицию по длиной и сразу вспомнил о том, что мы довольно давно не видели выхода через длину. Здесь успешно открывается эта позиция. Бумыч делает фраг. 4 в 4 ситуация. Ну что, пойдет выход через длину от Винстрайк? В конечном итоге да или нет, сейчас мы узнаем. Есть также поддержка от Норберта через платформу. Сотфик слишком легко. Забирает он главного бомбардира команды Винстрайк. Давкост мажется ВП. Очень обидно. Хотя должен был убивать. Он тут же исправляется. Погибает Квик. Отвечает Бумыч. 2 в 3 ситуация. Нет смака на просвет. Это проблема. Полетела флешка. Одна, вторая. Дима делает враг по Бумычу. World 1 пытается пройти внутрь плента. Играет 1 в 3, но будет сложно. 25 секунд. Делает выпад. Опасненько. Задет один, задет второй, задет третий. Нет, не знают. Не знают. Но по Давкосту была инфа о том, что на пленте уже был с этим АВП. Но при этом World 1 пока что не чекает это расположение. А именно за гитрайтом, как оно называется. И бомба уже на руках у Гоши. Но 10 секунд сейчас будет на таймере. Нужно уже поспешить. Но при этом, конечно, не открывается Давкост. И кто кого в этой ситуации. Очень все опасно. World 1 в итоге фейкует. Выход и Давкост. Ставит точку в этом раунде. Попадает СВП. Отличная работа. Но я думал, если честно, Алексей, что он раньше выйдет. И сразу убьет Гошу. Еще тогда, когда он убивал его тиммейтов на бортике. Находясь. Подразмен, да? Да, да. Так получается, что ты вроде как остаешься. А тебе там тиммейты будут говорить, что вот был Давкост на пленте. То есть это или Зиги, или где-то за ящиком. Да, да. Ну вот видишь, он в итоге походил-походил. Попроверял, подождал. И понял методом исключения, что только это единственная позиция, где может быть человек. И он еще и фейковал на шестой секунде. Каков наглец. Норвель, как хорош в этом раунде. Выходит и просто поливает буквально со шланга эту длину. И делает два фрага. 5-3. Волстон респаун на длину, да. Только что реализован. Команда Виндстрайк. И флешки, наверное, полетят сейчас на врыв от Димы и Сотвика, которые на респе. Подсадка или нет? Да, нужно спешить. Еще одна флешка залетает. Фейлендер слепой, просто в хлам. Вот он выход. И Мотел под ноги. Сколько бутылок здесь полетело. Сотвик пытается одного забирать. В итоге Фейлендера Нортберт на размене играет. Но как же вот сложно здесь обороняться после таких гранат от команды атаки. Прошедший на точку. А там будет сейчас поставлена бомба. Хотя она еще не прошла через просвет. Это тоже момент. Момент. Флешка еще одна. Дима! Одного только забирает Волды. Дит работает с АВП. Дальше на разворот. Колди о себе тоже дал знать. Он открывается на зиге. Закрывается смоком. Но и здесь, конечно, все под контролем. Команды атаки. Агусю тут хочет работать. Колди. Но дело в том, что нет никакого смысла играть агрессивно. Ни одному, ни второму, ни третьему игроку команды Виндстрайк. 17-16. Да, 17-16 и как-то много сумбура у нас было. Особенно в последнем раунде. Вот этот вот экшен на просвете. Это вообще что-то нечто. Что-то с чем-то. В общем-то. 16-17. Но я не знаю, кто здесь победит. На самом деле раунда 2 Виндстрайк взяли. Но мы видим, что у нас как-то по такому сценарию развивается игра. Что сначала доминируют одни. Потом вторые включаются. Чуть-чуть добирают своих раундов. И в общем-то допы тоже где-то приблизительно. Вот где-то приблизительно по такому сценарию прошли. Сейчас поменяются команды сторонами. Ну что можно сказать. Норберт хорош. В этом раунде он внес максимум импакта. Он вылетел на длину. И спреем сделал сразу же 2 минуса. И Тим Спирит просто очень тяжело было втроем удержать эту базу апок. Практически по длине Виндстрайк шли в казино. Активная такая откидка была флэшик на длину. Но при этом, конечно, Сотвик там ворвался только в одного соперника. И быстрый размен. Это самое главное. Это то, что отличало, наверное, в какие-то моменты команду Виндстрайк на этих допах от своих соперников. Смотрим мы вторую сторону. Ой, такая первая игра третьего игрового дня. We play luck and load. И взведены и заряжены у нас команды на то, чтобы показывать себя уже в этом четвертом раунде. И флажки полетели. Коулки под себя смог. Это будет выход. Дальше Квик разворачивается. Просто все слепые на этой длине. Квик уже находится в яме. Там поддержка аутимейтов. И одного должны уже забирать. Там We letter минусует колот. И Дима только одного с собой забирает. И как же Дима там дальше прошел? Разворот! Бумач! Каким образом Дима убил троих? Объясните мне. Ну его в спину не убили. С одного спрея. Ну я видел там фокус был конечно. Ну Норберт может. Норберт может. Норберт может. Норберт может. Все что угодно. Норберт может. Он на перетяжке. В итоге раскидали сейчас просвет. Игроки спирит. Они уже должны проходить дальше. И ставить бомбу. 28 хп у сам Дайянга Довкост. Аук на руках. Уверенность конечно получена. Он сотый. Здесь пытается кукли. Ставь работает. В итоге Норберт одного забирает. И неужели? Как же это было близко? Довкоста все-таки переспроивает соперника. Еще дальше там добивание пошло. 17-17. Паритет пока что по счету. Найс трай Норберт. Действительно это было круто. В прыжке снял плентера. И потом еще и мог в общем-то перестрелять игрока на машине. Закуп есть. В общем-то мы видим, что у двух команд оптимальный закуп. Но тут все очень неоднозначно. Матчпоинт. Матчпоинт у нас для... Подожди. Это не матчпоинт. Нет еще. Стоп. Еще рано. Матчпоинт будет или у одной, или у второй команды уже в следующем раунде. Это факт. Алексей Вейлендер кстати получил уже прострел с АВП. Это неприятная новость в начале данного раунда. Норберт уже держал этот угол. Когда сам играл в основное время на точке Б. И об этом должны понимать ребята из спирит. Довкост вычисляет мидл вместе с Димой. Близко никого не находится. Они это понимают, потому что потратили молотов. Довкост дальше должен уже выходить на ЗИК. И возможно будет комбинация на точку А. Очередная. Вот мы об этом тоже общались. То, что у спирит в атаке как раз таки не получалось держать напряжение ЗИК. И потом еще работать по центру. Может быть здесь уже это будет. Ну заняли платформу. Ну практически это даже не платформа. Это пока только шорт. Вот как раз таки два смока полетело. Запускают они вероятно человека на респаун. А может и нет. Просто пока откидывают гранаты. Пытаются просто фокусить внимание. Однако упал кто-то на респаун и не выжил. Это был Дима. Начинается заход через мидл. Решили спирит все-таки сплитовать. Отличный молотов сейчас, который может заступить этот выход. Сотфик не понимает куда смотреть. В итоге погибает. Есть размен. Почему мы смотрим на респаун 3 в 2 ситуация у нас для винстрайк. Теперь еще делает минус Довкост. Красный игрок в нижней тэшке. Довкост понимает, что здесь можно рискнуть или нужно как-то закрыться. Он делает это смоком. Проверит сейчас респаун и поймет, что там никого нет. Да, еще и молотов вылетает у нас сейчас в верхнюю тэшку. Не могут пройти Бумыч вместе с Квиком. Да, Квик тем более, учитывая то, что он красный. Это два ауга. Есть один смок и два набора дефуза. Вот он выход. И сам даяк на машине одного забирает. В итоге не было пока что. Размен на Бумыч ищет еще второго соперника. Но как же хорошо они отстаиваются. Так, один на один. И где же все-таки там Довкост на пленте? Он с АВП. Нельзя промахиваться ни в коем случае. Нет! Эта точка в раунде. 18-17 матчпоинт. И спирит готов выигрывать. Да, у Винстрайка нет денег. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема 10 тысяч стартовых денег. Знаете. Имеем то, что имеем. Проигрываете два на третий. Закупа нет. И зачем было играть этих 30 раундов? Однажды в атаке команда Винстрайк уже из похожего положения выходила. Да, там были только пистолеты. В атаке выходили на точку боя. Но это защита. Каков шанс взятия вот такого раунда против АК-47? Против Скара там еще, вернее, его аналога террорского, в общем-то. И вы просто будете, наверное, играть как-то близко. Пытаться, может быть, на поджимах поймать противника. Потому что там и ЦЗ-шка, и ФАМАС, и МП-шка на руках. Уже потеряли Бумыча, который вошел в будку и получил хэдшот от Колди. Но, видимо, это все прилетело через смок. Бумыч уже второй раз так погибает. Ну и где-то, наверное, подводит свой коллектив. Ну что ж. Сотфик. Флешка для Димы, чтобы тот прочекал Зиг. Он выходит через нижнюю Т-шку. Водовкос тоже направляется по центру. Все пока что под контролем. Все в южовых рукавицах команды Spirit в этой ситуации. Молодцы. Spirit и вообще, конечно, они так довольно тяжело заканчивали основное время. Но здесь смогли выровняться. Вот поджим с Б базой. Отличное решение от команды WinStrike. Но, опять же, тут Team Spirit всегда разменивается плюс, поскольку у них большинство. Выход через Short просматривается сейчас от Spirit. Где-то бомба находится именно там. Есть люркер один под лонгом. Это Колди. Ну и все. Апплэнд открыт. Здесь, в общем-то, нужно поставить просто бомбу и разыграть нормально постплан ситуации для команды Spirit. Это факт, Алексей. Мы близки к тому, чтобы констатировать факт. Это победа команды Spirit. Но Waylander будет стараться до конца. Забирает Диму, который тоже открывается. Но нет никакого смысла вообще идти на этот ящик, учитывая то, что у тебя большинство-то еще и бомба поставлена. Квик! Это уже интересно. Два на два ситуация есть. Дефуза. Есть также одна флешка от Waylander. Подсадка будет или нет. Колди заход в Зиг. Сотфик закрывается сейчас на гуси. Одного забирает второго. Не перестрелит. Все-таки один на один. Но Waylander красный. Но и при этом есть молотов и Колди. Это шаг и мат. Это победа команды Драконов. Да, тут уже Waylander отходит обратно. Бомба уже тикает довольно сильно. Все. ГГ. Team Spirit выигрывает со счетом 19-17. Довольно равная игра. Интересная. Динамичная. На встречных фронтах. Команда Winstrike. Молодцы. Тоже дали нам довольно много экшена.